Событие. Как сильно оно может повлиять на человека, на его жизнь, на его путь, на его поступки, на то, ради чего он это проживет. В ночь с 8 на 9 ноября 1938 года в земле, которая была на тот момент оккупирована Германия и Австрия, произошло событие, которое называется «Хрустальная ночь». Это была первая акция насилия над еврейским народом. В ту ночь было убито 91 еврей. В то время в Вене было консульство Китайской Народной Республики, или Китайской Республики, в то время как раз называлось, в Австрии, в Вене. И возглавляло это консульство консул Хэфэшан. Молодой человек, который сделал большую достаточно карьеру, имел определенное влияние, и он был глубоко потрясен тем насилием, которое было произведено над еврейским народом. У него было очень много друзей евреев. И он принял решение, что что бы то ни стало, он сделает что-то для того, чтобы помочь евреям избегать таких жутких для них ночей. Вы знаете, этот человек пробыл консулом все время, пока нацизм бушевал на территории Европы. Что мог сделать посол или консул иностранного государства в агрессивной среде? Знаете, что он делал? Он выдавал визы. С основанием и без основания. По закону и против закона. Если ты был еврей и хотел уехать подальше от этого кошмара, ты мог получить визу за подвисью этого человека. 10 тысяч человек получил эти визы. 10 тысяч человек избежало смертей. Его называют китайским Шинглером. Но Оскар Шинглер, он потратил все свои деньги и спас 1200 человек. Этот человек 10 тысяч. Кто-нибудь до сегодняшнего дня слышал о нем? Я случайно о нем узнал. Друзья мои, одно событие повлияло на всю жизнь человека. Он спас 10 тысяч человек и умер неизвестно. До сегодняшнего дня его правительство не призвало, не признало его подвиг. Я знаю, что в жизни каждого из нас должно произойти событие. Событие, которое изменит радикальным образом вашу жизнь и повлияет на ваши поступки. Полгода назад мы в Новосибирске собрали пасторов. Мы говорили с ними об открытии новых церквей. И там был один пастор из небольшой церкви. Он рассказал о том, как устроена его церковь. И он сказал, это самый правильный метод управления церковью. Но он не работает. Мы ему говорим, меняй что-то. Зачем менять? Это самый правильный метод. Вы знаете, в его жизни произошло событие. Он приехал на нашу конференцию. Сегодня он переехал в Нижний Новгород. И в Нижнем Новгороде в ближайшее время будет открыта новая церковь. Аллилуйя! В жизни апостола Павла однажды произошло событие. Он лег спать. И во сне к нему пришел... Впрочем, давайте прочитаем. Это Деяние, 16 глава. Было ночью видение Павла. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, прийди в Македонию, помоги нам. После всего видения в тот час положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Он просто лег спать. И во сне произошло событие. Пришел к нему мужчина с коротким посланием. Помоги нам. Вы знаете, я не часто говорю о снах. Но я бы очень хотел, чтобы сегодня каждому из вас явился человек-брещанин и сказал, помоги мне. Помоги нам. Как ты ответишь? Апостол Павел заключил, что Господь вызывает благовествовать его. Он пошел в Филиппы. И знаете, что произошло в Филиппах? Его посадили. Он в тюрьму попал. Но потом, через людей, которым он успел засвидетельствовать, открылась церковь. Знаете, апостол Павел открыл много церквей. Но это была единственная церковь, которая спонсировала жизнь Павла. Единственная церковь, которая спонсировала его путешествия, спонсировала открытие многих других церквей. Мне кажется, когда Павел тогда ложился спать, думал ли он, что во сне произойдет событие, которое изменит очень много в дальнейшей его жизни. Я хочу, чтобы сегодня, вот этот вечер, был событием для вас. Я далек от мысли, что это будет событием для всех. Но я хочу, чтобы это событие было именно для тебя. Я хочу, чтобы ты услышал эти слова. Приди ко мне и помоги мне. Я хочу, чтобы ты отозвался на эти слова. Не сказал, что он странно приснился, но отозвался. Сейчас будет вести прославление нашу гость и команда Батрис Бент. Я верю, что Бог будет говорить в ваши сердца. Если сегодня ты захочешь, чтобы помолились мы с тобой, помолились о твоем посвящении, о твоем служении, знаешь, я вот здесь, вот в углу стою. Подходи ко мне. Мы будем молиться. Я помолюсь каждому, обещаю вам. Если вас будет слишком много, у нас есть еще один паспорт, мы его позовем. Если ты хочешь молиться о том, чтобы действительно служить Богу, тебе нужно сделать важную вещь. Посвящение на служение. Но я хочу, чтобы ты понимал, что такое посвящение. Посвящение на служение означает, что все то, что будет мешать твоему служению, будет устранено. Но, если тебе служить мешает твоя работа, тебе придется поменять работу. Если твоему служению будет мешать твое хобби, ты откажешься от хобби. Я имею даже терзновение сказать такие слова. Если ты не сможешь служить Богу в той церкви, в которой ты находишься, тебе придется поменять церковь. Не делай это по счету раз. Не делай это прямо завтра. Отнесись к этому с постом и молитвами. Если Бог скажет, что ты не можешь по каким-то причинам служить здесь, тебе придется стать миссионером. Уйти, перейти, найти то место, где ты сможешь служить Богу. И поверьте, это событие ключевым образом повлияет на вас, на ваши отношения с Богом и на вашу дальнейшую жизнь. Мы будем с вами молиться, если вы захотите. Вы хотите по одному и в группами. Во время всего вечера поклонения, когда Бог будет касаться вам, вот здесь в углу, мы сделаем такой молитвенный угол. Я сду вас, и я буду считать за честь молиться с каждым из вас. Пусть Бог благословит вас к этому. А сейчас прославление нас будет вести с вами группа Батрис Бент и Александр Батрис.